Боб Боденхаммер, Майкл Холл, НЛП, полный курс освоения базовых приемов. Исполняет Станислав Иванов. Благодарности. Книга, которую вы слушаете, является результатом моего шестилетнего опыта преподавания курса нейролингвистического программирования в Гастанском колледже в Далласе, штат Северная Каролина. Несомненно, когда автор пишет книгу, он использует различные источники и информацию, полученную от многих людей. Хотелось бы отдать должное всем, кто внес вклад в эту книгу. Но, наверное, я смогу назвать лишь тех, чье влияние было особенно значительным. Мою покойную мать, Мэй Боденхаммер, которая постоянно поощряла мое обучение. Моего отца, Глена Боденхаммера, который вдохновлял меня на тяжелый труд. Создателей НЛП, Ричарда Бендлера и Джона Гриндера. Моих коллег-инструкторов Джина Руни, Теда Джеймса и Уайта Вудсмола. Моих студентов в Гастанском колледже, чье влияние особенно в первые годы вдохновляло меня продолжать работу над созданием всестороннего учебника по НЛП, которым и стала эта книга. Доктора Джона Мерита, заместителя декана колледжа Гастана по учебной работе за то, что он оказал мне честь, дав возможность преподавать на своем факультете и за его постоянную поддержку. Его талантливого секретаря Сэнди Гамильтон, который неутомимо работает, помогая всем, кто преподает на факультете. Майкла Холла, доктора философии, за неоценимый вклад в эту книгу и за честь работать с ним над многими проектами. Питера Янга, который неустанно трудился, помогая мне совершенствовать рукопись. Мартина Робертса, доктора философии и сотрудников издательства Crown House Publishing, которые так много сделали для развития НЛП, публикуя работы различных авторов. Мою племянницу Мэнди Коллетт, которая принесла жизнь и молодость в наш дом. Наконец, что наиболее важно, я хотел бы поблагодарить свою жену Линду, чья постоянная поддержка и вдохновение в течение 34 лет нашего брака позволяли мне стремиться к своей мечте. Всем этим и многим другим людям я говорю спасибо. Боб Боденхаммер, август 1999 года Как пользоваться этим учебником? Чтобы вы извлекли максимальную выгоду из изучения нейролингвистического программирования и этой книги, мы советуем сделать следующее. Первое. Заведите тетрадь и посвятите ее вашим мыслям, догадкам, тренировкам и упражнениям. Моторная активность в процессе письма закрепит изученный вам материал через киноэстетику и поможет усвоить знания на подсознательном уровне. В будущем вы, возможно, найдете полезным вернуться к вашим заметкам, догадкам, идеям и практическим упражнениям. Второе. Не жульничайте, когда перейдете к упражнениям, мысленным экспериментам и лабораторным работам. Остановитесь. Сделайте упражнения. Привлеките к вашему обучению своих знакомых. В некоторых упражнениях должны участвовать до пяти человек, хотя большинство упражнений можно выполнить вдвоем. Третье. Составьте свой собственный предметный указатель для учебника. Это укрепит ваши знания о НЛП и его компонентах, а также позволит вам лучше ориентироваться в материале книги. Введение. История магии в нейролингвистике НЛП – это позиция и методология, порождающие целый ряд методов. Ричард Бендлер Нейролингвистическое программирование, НЛП, представляет собой сравнительно новую дисциплину, возникшую лишь в середине 1970-х годов. В основе НЛП лежит большой объем заслуживающих доверия знаний. НЛП берет начало в нескольких областях знания, объединенных двумя его создателями – Ричардом Бендлером и Джоном Гриндером. Это случилось в то время, когда доктор Гриндер занимал должность профессора лингвистики в Калифорнийском университете в Санта-Круз. Бендлер был студентом этого университета и изучал математику и компьютерные науки. Доктор Гриндер к тому времени уже опубликовал несколько книг по той области лингвистики, которая известна как «Трансформационная грамматика». Ричард Бендлер показал незаурядные способности в выявлении и четком описании моделей самых различных процессов. Этот талант наиболее ярко проявил себя в описании человеческой коммуникации. Ричард с большим удовольствием изучал, анализировал, моделировал коммуникативные процессы в психотерапии. Тогда он начал активно изучать техники гештальт-терапии. Ему удалось выявить, описать и самостоятельно опробовать модели этого психотерапевтического подхода. Результаты такой работы впечатляли окружающих, а успех в решении сложных задач направил талант Ричарда в изучение, а затем в моделирование приемов работы других выдающихся специалистов. При поддержке Джона Гриндера Бендлер получил возможность смоделировать техники Вирджинии Саттер, самого известного в мире семейного психотерапевта. Ричард быстро идентифицировал используемые Вирджинией семь паттернов. Когда они с Джоном начали применять их, то обнаружили, что могут моделировать ее методы психотерапии и получать такие же результаты. Как компьютерный программист, Ричард знал, что для того, чтобы запрограммировать самое простое сознание, компьютер с состоянием включено-выключено, нужно разбить поведение на компоненты и предоставить системе ясные и однозначные сигналы. К этой простой метафоре Джон добавил свои обширные знания по трансформационной грамматике. Из трансформационной грамматики они позаимствовали понятия глубинной и поверхностной структур, которые трансформируют значение знания в человеческом мозге. Так они начали строить свою модель программирования людей. Тоже известный во всем мире антрополог Грегори Бейтсон познакомил Бендлера и Гриндера с Милтоном Эриксоном, доктором медицины. Эриксон разработал модель коммуникации, которая известна как эриксонианский гипноз. В 1958 году Американская медицинская ассоциация признала, что гипноз является полезным лечебным средством во время хирургических операций. Когда Бендлер и Гриндер смоделировали работу Эриксона, они обнаружили, что могут получить тот же эффект. Многие сегодняшние методики НЛП основаны на приемах, которые использовал Эриксон. На основе этого опыта и исследования объединяющих факторов и принципов Бендлер и Гриндер разработали свою первую модель коммуникации, отражающую теоретическое понимание того, каким образом мы запрограммированы посредством языков, сенсорных и лингвистических, так что у нас возникают регулярные и систематические действия, реакции, психосоматические эффекты и так далее. Эта модель также определяла способы использования компонентов субъективного опыта для психологических, ментально-эмоциональных изменений поведения человека. С того времени НЛП прошло значительный путь развития. Модель расширилась за счет включения в нее данных других дисциплин – кибернетики, коммуникации в сложных системах, как механических, так и живых, философии, когнитивной психологии, исследований бессознательного и неврологии. Сегодня во всем мире существуют институты НЛП, и многие авторы применяют НЛП в областях, связанных с медициной и здоровьем, психотерапией и психическим благополучием, бизнесом, образованием, спортом, правом, христианской религией и так далее. Изучение мастерства НЛП главным образом фокусируется на изучении мастерства. В книге «Нейролингвистическое программирование» 1983 года авторы назвали НЛП изучением структуры субъективного опыта. Субъективный опыт, на котором сосредоточено внимание большинства теоретиков, популяризаторов и преподавателей НЛП, включает самые совершенные аспекты человеческого опыта. Высокий уровень творчества, мастерства, одаренности и так далее. Роберт Дилц, один из создателей НЛП, особенно глубоко изучал эту тему, написав ряд книг и большое количество журнальных статей под общим названием «Стратегии гениев». Преподаватели, которые хотят совершенствоваться, моделируют работу лучших специалистов. НЛП предлагает модель, помогающую научиться выявлять и воспроизводить паттерны мастерства. НЛП фокусируется на распознавании мастерства, а также на том, как его разбить на компоненты и встроить в других людей. В такой пошаговой манере модель НЛП учит нас достижению мастерства. Вы желаете улучшить свои коммуникативные способности? НЛП дает вам модель коммуникативного мастерства. НЛП разбивает эти навыки на доступные для обучения элементы. Ваш ребенок испытывает трудности с правописанием? НЛП установила структуру совершенных навыков письма и разработала процесс тренинга, позволяющего совершенстве овладеть правописанием. Хотите проводить успешные переговоры? НЛП предлагает высокоэффективную модель действий на переговорах по сложным вопросам. НЛП предлагает не только реальное теоретическое основание этого, но и методику осуществления личностных изменений. Эмпирическая природа НЛП Когда вы будете слушать и использовать этот учебник по НЛП, вы встретите выражение «эмпирическая природа НЛП». Что это значит? Это выражение указывает на то, что в НЛП большое значение имеют моделирование, эксперимент и проверка в противовес построению теорий и гипотез. Когда люди спрашивают нас во время тренингов, а НЛП работает, мы убеждаем их провести проверку и таким образом узнать, работает ли конкретный паттерн в их случае. Будьте готовы к такой немедленной практической проверке модели. Сказанное подразумевает, что наилучший способ понять НЛП – проверить его на собственном опыте. Давайте сделаем это в самом начале. Следующее упражнение – мысленный эксперимент – познакомит вас с НЛП. Во время прослушивания инструкции будьте внимательны. Это позволит вам лучше настроиться на то уникальное образование, которое представляет собой разум и тело, и нервная система. Мы будем работать с естественными процессами нашего сознания. Делая это, вы откроете многие механизмы, посредством которых сможете научиться устанавливать контроль над этими процессами. Далее, когда я буду делать паузу, это означает, что вам нужно остановиться, обратить внимание, почувствовать, подумать и так далее. Эти процессы и механизмы могут управлять нами в той степени, в которой мы не осознаем их. По мере того, как вы ближе познакомитесь с этими подсознательными процессами, вы научитесь управлять ими. Делая это, вы найдете данные процессы достойными изучения. НЛП предоставляет методы и технологию того, как управлять собственными мыслями. Эксперимент номер один. Вспомните какое-нибудь приятное переживание из прошлого. В вашем сознании всплывут различные картины. Какими бы они ни были, пусть они пока останутся с вами. Если вам кажется, что вы не обнаружили такого воспоминания, просто представьте что-нибудь приятное. У некоторых людей это получается лучше с закрытыми глазами. Как только вы сможете представить приятное переживание, позвольте ему оставаться в вашем сознании. Теперь, когда у вас имеется эта приятная мысль, обратите внимание на ее визуальные аспекты. Что именно вы видите, когда вспоминаете это переживание? Обратите внимание на воображаемую картину. Если вы недостаточно отчетливо видите ее, представьте себе, как ощущается приятное воспоминание. Или просто послушайте какие-нибудь приятные звуки, слова или музыку. Наслаждайтесь внутренними приятными переживаниями. Теперь, когда у вас есть картина воспоминания, сделайте ее больше. Удвойте ее размеры. А затем еще раз удвойте полученную картину. Обратите внимание на то, что произошло. Что случилось, когда вы сделали картину больше? Увеличилась ли интенсивность ощущений? Теперь уменьшите картину. Делайте ее все меньше и меньше. Сделайте ее такой маленькой, чтобы ее было трудно рассмотреть. Остановитесь на некоторое время. Понизилась ли интенсивность ощущений? Поэкспериментируйте с увеличением и уменьшением картины. Снижается ли интенсивность ваших ощущений, когда вы уменьшаете картину? Повышается ли интенсивность ощущений, когда вы увеличиваете картину? Если это так, то переживания картин, звуков, чувств в вашем сознании действуют на вас так же, как и на большинство людей. Однако у вас это может происходить по-другому. Это так? Неважно. Все мы кодируем опыт в нашем сознании уникальным и индивидуальным способом. Теперь придайте вашей картине приятного опыта тот формат, в котором она вам кажется наиболее комфортной и приятной. Удерживая эту картину, приблизьте ее. Просто представьте, что картина становится к вам все ближе и ближе, и следите за этим процессом. Что при этом происходит с вашими ощущениями? Увеличьте расстояние до картины. Что происходит, когда вы отдаляете ее? Увеличивается ли интенсивность ваших ощущений при приближении картины? Снижается ли интенсивность при отдалении картины? Для функционирования сознания, нервной системы, большинства людей это верно. Когда вы отдаляете картину, интенсивность ощущений, вероятно, снижается. Обратите внимание, что когда вы изменяете ментальную репрезентацию переживания в своем сознании, ваши ощущения изменяются. Это, между прочим, указывает нам на способ, каким мы можем отдалить себя от некоторых переживаний, не так ли? Давайте поэкспериментируем с цветом картины. Рассмотрим фокус ваших образов. Они сфокусированы или нет? Видите ли вы себя на картине, или вы видите сцену как бы собственными глазами? Ваша картина трехмерная или плоская? Есть ли вокруг нее рамка, или вы видите ее как панораму? Поэкспериментируйте с тем, как представлено это переживание в вашем сознании. Измените расположение картины. Если она закодирована у вас справа, передвиньте ее влево. Анализ опыта Случалось ли вам когда-нибудь изменять свои ощущения посредством изменения внутренней репрезентации опыта, то есть действий, которые вы только что выполнили в процессе только что проведенного эксперимента? Сила НЛП заключается в подобных психических процессах. НЛП работает преимущественно с психическими процессами, а не с их содержанием. Вы изменили свои переживания посредством изменения свойств и структуры ваших образов, а не их содержания. Таким образом вы произвели изменения на уровне психических процессов, оставив содержание прежним. Что случится с человеком, если он сделает все свои неприятные картины большими, яркими и максимально близкими? Что случится, если он сделает все свои приятные переживания маленькими, тусклыми и далекими? Человек станет экспертом по депрессии, печали и опустошенности, не так ли? С другой стороны, рассмотрим, что произойдет, если человек закодирует свои приятные переживания, как большие, яркие и максимально близкие. Разве это не приведет к более позитивному взгляду на жизнь? И что, если он сделает свои неприятные переживания маленькими, тусклыми и далекими? Негативные события будут оказывать меньшее влияние на его жизнь. НЛП позволило нам заново оценить глубину и смысл старой истины. Каковы мысли в душе его, таков и он. Следовательно, многое из того, что мы делаем в рамках НЛП, является результатом тех естественных процессов, с помощью которых мы, люди, обрабатываем информацию в нашем сознании. НЛП показывает нам, как изменить процесс посредством изменения ментального кодирования. То, что вы только что испытали, в НЛП называется субмодальным кодированием и сдвигом. Ваше сознание выполняет шесть основных репрезентативных функций, не считая поддержания внутренних физиологических функций, таких как дыхание, для того, чтобы наделить мир смыслом. Оно создает репрезентации картин, звуков, слов, порождает тактильные, вкусовые и обонятельные ощущения. Посредством пяти чувств вы получаете или вводите в сознание информацию, а также сохраняете ее. Затем ваше сознание извлекает из памяти эту информацию в той же кодировке или формате, в котором вы ее сохранили. Если вы сохранили визуальную информацию, вы извлечете ее как картину. Если вы слушали и сохранили звук, вы извлечете информацию как звук. Мы называем это кодирование или сохранение информации внутренней репрезентацией. Экспериментируя с приятным переживанием, вы извлекали из памяти визуальную часть внутренней репрезентации приятного опыта. Вполне возможно, что ваше приятное переживание было озвучено. Изменяя кодирование переживаний, вы можете изменять свои ощущения и свое внутреннее состояние. Когда изменяется внутреннее состояние, изменяется и поведение. Мозг использует этот метод кодирования, чтобы управлять сообщениями нервной системы, которая затем определяет наши нервные процессы. Такое программное обеспечение мозга позволяет нам быстро реагировать и принимать решения. Если бы мы делали это сознательно, мы были бы перегружены информацией. Поняв приемы кодирования, практик НЛП может вызвать изменения простым изменением кодирования. Депрессия, травма, горе, вина, тревога, фобии, убеждения, ценности, все эмоции и состояния человека функционируют в соответствии со своим собственным индивидуально структурированным кодированием. Как тренер НЛП я регулярно использую методы НЛП для вызова структурных изменений у моих клиентов. Формальное определение НЛП Нейра Относится к мозгу, сознанию, связанным с телом нервной системы и тому, как они обрабатывают информацию и кодируют ее в память. Говоря нейра, мы подчеркиваем, что информация вводится, обрабатывается и упорядочивается с помощью нервных механизмов и процессов. Лингвистическое Указывает на то, что нервные процессы кодируются, упорядочиваются и получают значение посредством языка, коммуникативных систем и различных символических систем, грамматики, математики, музыки, изображений. В НЛП мы говорим о двух основных языковых системах. Во-первых, сознание обрабатывает информацию в терминах изображений, звуков, тактильных и вкусовых ощущений и запахов, сенсорная информация, посредством репрезентативных систем. Во-вторых, сознание обрабатывает информацию посредством вторичной языковой системы символов, слов, метафор и т.д. Программирование относится к нашей способности организовывать эти части – изображения, звуки, тактильные и вкусовые ощущения, запахи и символы или слова – в нашем сознании, теле, что затем позволяет нам достигать желаемых результатов. Эти части образуют программы, которые выполняет наш мозг. Сутью НЛП является установление контроля над собственным сознанием. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...